Когда-нибудь слышал об этом Нитше? Он говорил, что если достаточно долго заглядывать в бездну, то бездна заглянет в тебя. Сейчас я именно так себя и чувствую. Как будто слишком долго пялился в эту сраную бездну. Даже после всего, что случилось, я не могу поверить, что пишу тебе об этом. Моё тело по-прежнему в порядке, а вот сердце шалит. Этим утром пульс был 36. 36 ударов в минуту. Я думаю, так всё и началось. На пике форм. Моё сердце наполнилось сомнением. И теперь оно повсюду. С каждым медленным сокращением сердечной мышцы оно расползается в моей крови по всему телу. Как рак, который пожирает мою мечту. Раб resp conditions. Раб Monet Рыб спокойно. Ра бур código. С лечения. Рux remind來說, что для… Мод ignition. Мод regularly вращается. П Kidz Fit. Рыб спокойно. Ой, я хочу посмотреть, как он выглядит. Как бы то ни было, мечты больше нет. Но если уж честно, не была ли эта мечта больше твоей, чем моей? Однажды после гонки по брусчатке капитан сказал, что никогда не видел, чтобы кто-нибудь так ездил по булыжникам. Он смотрел мне в глаза и говорил, что однажды, возможно, я смогу выиграть Париж-рубе. Ты только представь. В любом случае, потом мы пошли к этому известному бельгийскому велодоктору. Эритропоэтин на мне не работает. Так что он предложил весь год колоть гормон роста. Рак. Что значит, с большей вероятностью меня ждет рак. Он произнес рак, как только докторам это удается, без эмоций. Но все, о чем я мог тогда думать, это о словах капитана. Что такое рак по сравнению с победой в Париж-рубе? Сколько у тебя осталось гормона роста? 16 доз. 16 доз. Можешь это закончить вместе с инсулином и потом сразу начинай ИЖФ. В первом неделе по ночам потеть будешь много и ноги будут соскакивать с педали. Не паникуй, это нормально. Зато через неделю летать будешь. А что насчет смеси? Так как это. Второй. Только осторожно. Осторожно с этим. хочу дружбан но вы против допинга он был лучшим юниором на гонках минске знаешь что я недавно обнаружил если стоя на весах отклониться назад то весишь на пол килограмма меньше полкило представляешь насколько это много в горах а потом еще это вена моя любимая я всегда выбирал ее потому что она самая толстая но вдруг она начала дико болеть а теперь просто так моя любимая вена пропала я выяснил что так бывает с наркоманами которые подолго колется в одно и то же место нет ну вы представляете я атлет а не какой-нибудь торчок что это а т.п. а т.п. а т.п. аденозин трифосфат это создает крошечные взрывы когда я атакую или спринтую а это разрешено лемонт использовал это чтобы победить финана в гонках на девять в девяносто восьмом году кто кто ты храпишь потому что если ты храпишь ты идешь обратно в комнату к шведу а а ну что давай за твой новый дом перед гонками а алкоголь расширяет вены стаблинский это делает твои ноги сильнее ты остаешься красивым и стройным ты что не знаешь этого ну давай а а а вчера капитан сказал что восемьдесят граммов пасты мне будет достаточно ты когда нибудь видел восемьдесят граммов пасты на тарелке тебе стоит на это посмотреть такое нельзя пропустить я даже сообразить ничего не успел уже стоял над унитазом с двумя пальцами во рту пару дос этой хрени ты будешь жопу рвать пока солнце не сядет потому что не Кажется, что ты заперт в своей собственной голове. Я думаю, это из-за всех этих часов на велосипеде. Он же не помнил ни про детей, ни про жену. Он лежал в постели и не мог уснуть, потому что он все время либо просчитывал баллы... Весь день ничего, кроме этого чертова ветра в ушах. Час за часом. Дороги, которые не заканчиваются. На это уже было бесполезно. Год спустя он выпил бутылку виски, закинувшись таблетками. Завел машину потом в закрытом гараже. Ну и так там и остался. И что, это все из-за какого-то дебильного рейтинга? Он что, реально покончил с собой из-за рейтинга? Велоспорт всегда был очень важен. Даже себе. Легче, еще легче. Я засунул в себя целую руку, но ничего не вышло наружу. Я сел на унитаз и попытался заплакать, но не смог. Даже плакать нечем. Про вашу команду поговаривает. После того несчастного случая. У него были проблемы с сердцем. Чего вы там херной занимаетесь? Ну что ты такой упрямый, а? Я, блядь, победителей ему обещал. А теперь я выгляжу как полный придурок. Ты хочешь, чтобы я выглядел как придурок? Я услышал, что на самом деле в Бельгии было гораздо больше жертв. И все молодые пацаны. Тоже проблемы с сердцем, я так понимаю, да? Слушай, ты утомляешь меня. А я не хочу быть в свое выходное утомленным. Да я готов делать все, что угодно, только не это. И ни за что не позволю им вколоть тебе смерть вену. И какую прочую фигню, из-за которой мне потом вырастут уши или нос. У меня что, большие уши? Так. Сегодня ты делаешь два базовых часа, потом РПИ с заходами по 10 минут. Я взял два каптогеника. Ну, я думал, что это был кармельный курс. Ну, я не принимал контроль. Двух каптогенки, сэр. Ты, 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 ты не нуждаешься, чтобы выиграть. Что это, чтобы выиграть урин? Последний раз я плакал, когда меня поймали на воровстве, и ты бил меня за это. Сколько мне было? Помнишь? Хотел бы я теперь заплакать, как тогда. Но если ты не против, я буду писать дальше. Наверное, это эгоизм. Но мне помогает записывать мысли на бумагу. Я чувствую, будто это спасает меня от бездны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... Продолжение следует...